Устье реки Авач и ее впадение в Авачинскую губу Ну, не помню, что ли. Это серенькие свои лодки Это мы готовимся к выходу на воду Авачинской губы Готовимся с моим старым товарищем Витей Беляевым Который и живет в Серогласке И решил перед концом лодочного сезона Прокатиться по безбрежной глади вот этой самой губы, которая сейчас за моей спиной У меня бывают заявки, поймать это бы не старый губ Ну, ближайшая, я знаю, транзистра Я в пятой стройке заскакивал и допустим, он пока сплавлялся А на пятой стройке куда заскакивал Кому же не Авачинка подойдет? Да, вот, привет А что, Авачи не пошли? А машину потом куда? А там же, прям на въезде, там площадка Да, собачий собачий, поселка Авачи Там же площадка Да, нет, нет, я живу вот здесь рядом В прошлом году, наоборот, от моста поплыли Сюда пришли, а здесь пограничники нас так находят А у меня лодка другая, номерная Сапоги размера 45,5 Мой размер ноги 48, поэтому пришлось вынимать стельки И после этого с трудом, но в эти сапоги я влез На двух атмосфер накачиваем И на ритмах уйдем И на ритмах уйдем Вот это вот рыболовецкий колхоз в Серогласке Крупнейший в Ресурсной Федерации И крупнейший в бывшем Советском Союзе В прошлом году, кстати, колхозу исполнилось 90 лет И я выпустил об этом самом колхозе вот такую вот книгу Книгу вы посмотрели Пока Витя Беляев накачивает лодку Я гуляю в окрестностях Сейчас пройду под пирсом Под нефтеналивным пирсом И дальше двинусь уже к лодке Которая уже почти накачана Командирский колхоз После этого после этого Пройду в горячую долю Командирский колхоз Командирский колхоз Витя Белеев отогнал машину из прибрежной зоны, прямо с берега, лодка ждет на берегу, мотор еще не поставлен, вот в таком виде я буду выполнять роль пассажира и балласта в резинке. Это фотоаппарат с собой, с универсальным объективом 28300, экшн-камера, которую вы сейчас не видите, которую я держу в правой руке, а вачинская губа, вот она, еще раз показываю, вот она, вдали треугольный конус Вилючинского вулкана. А вот и идет Витя. О, а мне заграс. Ну так ты же строен и тощ? Я уже поправился, у меня летом был вес 74 килограмма, с мореходки такого веса не было у меня. Я закончил мореходку, весил 75 килограмм. Сорз 너ck, весил 70 килограмма. 선к, весил 70 килограмм. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Немного стравило, поэтому вылетело, может быть, или нет? Да, вот это слабенькая моя стравила. Ага, понял. Небольшая остановка в процессе. В этом году ведь меньше 100 тысяч людей утонули в Авачинской губернии. Что ты меньше? Больше? 121. Да ну, по-моему меньше. А здесь что, какой-то топливный терминал? Не знаю. Но я не помню вот этих танков. Вот здесь вот поселок Авача. А чуть дальше уже устье реки Авача и ее впадение в Авачинскую губу. Браконьерский поселок Авача. Почему браконьерский? А тут браконьеры все живут. Краба здесь делают подпольного икру. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует... 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 И через минуту... С небольшим мы окажемся уже на берегу... На твердой земле... Продолжение следует... 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 Пока Витя Беляев собирает лодку, я, пользуясь тем, что до сих пор не снял болотные сапоги, рыбацкие сапоги, вот они. И, пользуясь этим, зайду немного в воду к обломкам старого судна. Уже потихоньку начинается прилив, а в отлив, кстати, по нему можно прогуляться, потому как оно оказывается на суше. Да, чуть-чуть я успел набрать, то есть я уже не дойду до него. Пойду под пирс. Вот так выглядит нефтеналивной пирс снизу. Вот так закончилась моя лудочная прогулка по Овачинской губе. Вы говорите, вы хотите посмотреть на остатки старых судов с нефтеналивного пирса? Хорошо, я сейчас доставлю вам это удовольствие и покажу вам эти самые остатки. Вот я уже подхожу к ним, и совсем немного осталось до того, как вы увидите их сверху, непосредственно с пирса. Смотрите, вот они. Рыболовецкое судно вдали называется Сергей Новоселов. Оно носит имя знаменитого колхозного капитана. А вот остатки судна. По центру виден даже двигатель, головка. А вот он нос этого самого судна. Смотрите, любуйтесь. Пока я прогуливаюсь по пирсу, Виктор высушил лодку и сбивает с нее песок. Хотя по ручке, за которую я сначала взялся, она как раз для переноски вот так. Вот тяжелый. Сразу закидывай? Да, прям вот так, прям идет. Отлично. И зафиксировали. Тот включались санитары, зафиксировали нас. Едем? Едем. Где-то здесь поставить собирается, я так полагаю. Это же вагончик живой. Мне уже везавелась. Что-то выключено, что-то не выключено. А, дверь открытая только будет. У нас немного аккумулятора надо будет купить. Не будем нарушать сошную линь. Переезжать не будем. А вот оттуда вы можете выезжать. Мотор для моря я брал. Думал, по морю больше будет. Морских торов мало. Вот так выглядит овощинская губа во второй половине сентября. Теперь приступим к традиционному чтению старых газет. Я беру в руки публикацию 20-го года века минувшего, публикацию из газеты «Известия». Эта заметка имела место быть 24 августа 1920 года и называется она «Восхождение на Авачинскую сопку». Слушайте начало заметки. 16 августа сего года инспектор училища Новограблинов, инженер Магаринской и чех-экономист Турбанчик совершили восхождение на кратер Авачинской сопки. Высота над уровнем моря 8730 футов. Это уже второе в этом году восхождение. На этот вулкан первое восхождение сделали члены шведской научной экспедиции Эрик и Эльси Холтены 4 августа всего года. Всего это значит 1920-го, то есть 100 лет назад. Новограблинов и его спутники, пишет газета, поднимались на вулкан с 5 часов утра до 2 часов дня, то есть 9 часов. На вершине вулкана они пробыли 2 часа. Назад спускались к палаткам у подножия в течение 4 часов. Когда они поднимались вверх, внизу шел дождик. Вверху падал снег, которого выпало 1,5 сантиметра. Подъем был совершен в самом неприступном месте. С головокружительной крутизной, зияющими пропастями и обрывами долго поднимались по льду. Наверху дул резкий ветер. На солнце термометр Цельзия показывал 1 градус тепла. Кратеров 2. Новый, последнего извержения 1909 года. И прежний, очевидно, извержение 1894 года. Если вы хотите увидеть эту заметку полностью, то перейдите по ссылке на мой канал сервиса Яндекс.Зен. Канал так и называется «Камчатка с Александром Петровым». И иногда я выкладываю туда различные интересные вещи о нашем полуострове. Ссылка вот там, внизу, в описании под роликом. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится время от времени, узнавать от меня что-то новое об истории Камчатки и смотреть на Камчатку моими глазами. Ежели вы, ленивые и нелюбопытные, а брамы родства не помнящие, ставьте дизлайки. Пожалуйста, пишите внизу под роликом, вон там, вон внизу. Свои комментарии, задавайте вопросы. Я обязательно и всенепременно отвечу на них. А ежели вы на моем канале впервые, ежели вам сразу не стало скучно и вы хотите возвращаться сюда снова, 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 снова и снова, то сейчас для вас в правом нижнем углу экрана появится подсказка, выполнив рекомендации которой вы не будете пропускать новые выпуски моего видеодневничка и всякие другие ролики на канале. Вот эта подсказка, делайте то, что она вам советует. Сделали? Кнопочка подписаться из красной стала светло-серой и в ней появились два волшебных слова вы подписаны? Колокольчик вы тоже нажали? Ай, молодцы! Замечательно! Аплодирую вам! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин